Приветствую в новом видео уроке, в котором мы с вами поработаем над созданием кнопок в нашем приложении. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации по этому видеокурсу. Ссылка на этот урок в описании к этому видео. На данный момент в нашем приложении уже и так есть слайдер, который позволяет нам выбрать вес нашего пользователя. Это конечно удобно, но если мы будем рассматривать это действительно на небольшом устройстве, то достаточно сложно выбрать нужный для нас вес. То есть например 59 можно конечно выбрать, но как видите это может занять больше времени, чем хотелось бы. И соответственно это не особо удобно. Поэтому мы добавим здесь две такие кнопочки, которые будут со значением плюс и минус. И они соответственно будут увеличивать наше значение. То есть ползунок, если мы нажимать будем на минус, например, ползунок будет спускаться чуть ниже. Дополнительно у нас будет указываться, что вес на 1 меньше. То есть например 121, ползунок чуть-чуть ниже. И таким образом мы более четко сможем установить нужный для нас вес. Для создания кнопок вообще нам потребуется опять-таки библиотека, которая называется Widget. Мы ее уже здесь с вами подключили, а соответственно подключать еще раз мы ее не будем. Но тем не менее, если вам понадобится создать просто кнопки и у вас еще не будет, например, подключена библиотека Widget, то конечно же ее необходимо будет подключить заранее. Кроме того, для создания кнопок потребуется использовать библиотеку Widget, как я уже сказал, и метод NewButton, который принимает очень много различных параметров и опций. Все эти параметры и опции описаны в официальной документации. Ссылку также на официальную документацию я оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли дополнительно посмотреть про функции кнопок, посмотреть на что они способны, какие параметры они принимают, и посмотреть различные готовые примеры использования кнопок. В качестве кнопок мы можем использовать различные картинки. То есть, например, здесь мы можем создать кнопку, которая будет иметь нашу собственную картинку. Или же мы можем использоваться теми формами, которые здесь встроены в движок корона SDK. Соответственно, мы сейчас будем использовать с вами встроенную уже форму. Это может быть такая форма, как круг, прямоугольник, прямоугольник с скругленными углами, а также полигон. При помощи полигона можно создавать вообще формы различных, вернее, кнопки различных форм. Это может быть и треугольник, и звездочка, и тому подобное. Мы же с вами будем идти по простому пути. И мы создадим с вами кнопочку, которая будет прямоугольником с закругленными углами. Это будет вписываться в наш дизайн и, соответственно, будет выглядеть достаточно хорошо. Теперь приступим к созданию самой кнопки. Первым делом мы сделаем вот что с вами. Мы пишем название для новой нашей перемены. К примеру, она будет называться weight-button. Пускай она будет такое иметь название. Дальше мы берем с вами widget и используем new button, о котором я уже чуть ранее говорил. Далее открываем фигурные скобки, и внутри них мы как раз все и будем записывать. Первым делом мы укажем форму для нашей кнопки. Она у нас может быть circle, это может быть, ну, то есть, все те же самые формы, что и мы использовали для создания обычных генетерических фигур. К примеру, в нашем случае я хочу, чтобы она была, как я уже говорил, как прямоугольник с закругленными углами, а, соответственно, мы уже прописывали с вами нечто подобное. Это rounded, rounded, rect. Вот, только раньше мы использовали просто new rounded rect, а сейчас мы как бы используем это название для создания самой формы. То есть, это форма кнопки. Далее мы указываем радиус, ну, вот этих, радиус уголков, насколько они будут скругленными. К примеру, мы укажем, чтобы они были где-то 5. Вот, далее мы указываем ширину, а также высоту кнопки. Ширина у нас будет, пускай, 60 пикселей, а высота у нас будет, пускай, height. Высота у нас, пускай, будет равна тоже 60 пикселям. Вот, далее мы указываем расположение наших кнопок. В нашем случае это будет слева, они будут на 19 пикселей, отступ у них будет отсюда, а сверху у них пускай будет отступ 90 пикселей. Далее мы указываем размер шрифта, который будет непосредственно на самой кнопке, то есть, тот текст, который будет на самой кнопке, это будет его размер, 40 пикселей. И дальше мы используем fill color для задания цвета кнопки. И здесь немножко своеобразная структура, то есть, изначально мы открываем с вами фигурные скобки. В них мы прописываем такую штучку, как default, и опять-таки открываем фигурные скобки. Здесь в default мы прописываем обычный RGB формат цвета. Опять-таки, он от 0 до 1, здесь все форматы цвета идут в RGB и от 0 до 1. Вот, соответственно, это так, на будущее просто. Здесь мы пропишем с вами следующее, что пускай изначально цвет нашей кнопки, он будет следующим, это 76 деленное на 255. То есть, это такой серый, ну, как цвет нашего вот этого вот, допустим, текста. Вот. И дальше мы должны еще один параметр прописать. Это параметр over, и он у нас будет следующим. То есть, мы тоже самое прописываем over, равно, открываем фигурные скобки, и здесь пропишем другой какой-то цвет, например, 150 деленное на 255. Пускай вот такой будет у нас цвет. Зачем мы это все с вами прописали? Дело в том, что у нас кнопка, она может иметь несколько значений цвета. То есть, default это цвет, который у нас изначально на кнопке есть. То есть, вот просто, когда на кнопку мы ничего еще не нажали, то у нас будет использован цвет default. Как только мы нажмем на кнопку, у нас будет использоваться цвет over, ну, который вот здесь получается записан. Если мы хотим, чтобы у нас кнопка не менялась при нажатии, то есть, когда мы на нее нажимаем, чтобы у нее цвет никак не менялся, то, соответственно, сделайте очень просто. Просто установите, чтобы здесь был точно такой же цвет, как и в default. Таким образом, цвет не будет меняться при нажатии на кнопку. Кроме того, мы запишем с вами еще одну, еще один цвет, это label color. Label color отвечает за цвет текста. Он тоже принимает два значения, это default, а также over. И в default мы установим, что пускай это будет полностью белый цвет, а в over это пускай будет полностью, к примеру, черный цвет. Ну, и опять-таки, мы это с вами потом посмотрим. Если это нам понравится, то так и оставим. И я уже случайно даже сохранил, поэтому у нас тут кнопка и, в принципе, добавилась. Вот, и мы можем заметить, что на самом-то деле у нас она достаточно нехорошо выглядит. Ее можно чуть уменьшить, ее можно сверху, например, чуть побольше сместить, вот как-то так. И так она уже выглядит, как по мне, намного лучше. Вот, соответственно, ее примерно так и оставим. Теперь же, что мы делаем дальше с вами? Дальше с вами мы пропишем label. Label это тот текст, который будет указан у нас на кнопке. В нашем случае это кнопка минус, поэтому здесь просто будет прописан, ну, как бы минус. Вот и все. Далее мы с вами создадим метод, который называется onPress. OnPress это метод, который будет вызываться каждый раз, когда мы будем нажимать на кнопку. В этом методе все достаточно будет у нас просто. Нам необходимо просто будет уменьшать количество числа в самом текстовом поле, перемещать ползунок, а также проверять проверку, что если у нас и так уже 40, например, килограмм, то что меньше мы уже сделать не можем. Вот, соответственно, это мы сейчас все здесь и пропишем. Поэтому мы прописали с вами функцию и в ней все прописываем. Здесь if weight, то есть если получается вес на данный момент, при включении приложения это будет 60, он будет больше, чем минимальный вес, да, то есть, например, там 61 или 41 или 50, то, соответственно, мы тогда можем спокойно с вами уменьшить сам вес, да, потому что если он уже будет и так равен минимальному весу, то уменьшить мы уже меньше не можем, потому что это будет логическая ошибка. Соответственно, если у нас все хорошо, тогда мы weight наш берем и уменьшаем на единичку, то есть минус 1. Далее мы берем с вами переменную myweight, которая у нас отвечает за текстовое поле, и в ней берем текстовое поле как раз и устанавливаем в него переменную weight, просто weight. И последнее, что мы делаем, это меняем сам слайдер, чтобы он тоже перемещался. Поэтому weight, weight slider, вот. Здесь используем метод, который называется setValue, который устанавливает значение для слайдера. И здесь указываем все по формуле, то есть это 100 умножаем на weight минус weight min, и здесь оно деленное на weight max минус weight min. Вот примерно так. Это мы делаем, опять-таки, так как у нас слайдер идет в диапазоне от 0 и до 100, и из-за этого нам необходимо все это переводить вот в такую вот формулу. Соответственно, у нас есть кнопка, нажимаем на нее, и мы видим, что она действительно, видите, вот я сейчас зажал, и она действительно поменяла цвет. Вот, отпустила она обратно в том же цвете, и если мы будем вот так вот переводить, то у нас все логично, доходим до 40, и ниже у нас уже ничего не опускается. То есть кнопка выполнена абсолютно правильно. Теперь же давайте создадим еще и вторую кнопку сразу же. Создается она точно по аналогии, то есть точно так же само. Единственное, что мы ее здесь уже допишем, что это у нас будет кнопка, которая называется weight plus button. Она у нас также будет rounded track, радиус такой же, ширина все так же, пускай у нас будет. Слева она у нас уже будет иметь отступ 462 пикселя. Вот шрифт такой же будет иметь. Ну, то есть кнопка у нас тут должна быть, поэтому слева такой огромный отступ. Далее все вот эти вот значения мы оставляем такими же. Здесь единственное, что мы указываем, что это уже плюс будет. И здесь мы должны просто проверять немножечко все по-другому. Если у нас weight меньше, чем максимальный, то есть, например, это там 139, или там 138, или просто 100, да, то тогда мы можем, соответственно, еще прибавить дополнительно единичку. Если он у нас и так уже максимальный, то, соответственно, мы уже не можем добавить еще больше. Ну, это, в принципе, логично. Вот, в общем-то, все готово. Давайте попробуем, давайте проверим. Вот у нас все запустилось. Сейчас у нас работает, что мы можем нажать вниз и опустить его вниз. Давайте дойдем где-то до 134, и теперь попробуем вверх его. Вот мы дошли до 140, и дальше я уже не могу никак прокликать. То есть, все, это максимум. А так, то, в принципе, здесь у нас все абсолютно работает. Таким образом, кнопки у нас добавлены, и они действительно функциональны и действительно работают. Единственное, что можно было бы, наверное, сделать, это уменьшить их еще немножко в размерах. Я думаю, это было бы даже еще круче. Давайте просто проверим. Нет, наверное, вот так мы ее оставим. Вот, я бы, наверное, примерно такие эти кнопки оставлял, хотя, наверное, лучше ничего уже менять не буду. Вот, если хотите, то вы можете их сами уже поменять, немножко их высоту уменьшить, чтобы они прям не залазили вообще ни капельки на текст. Но это уже дела такие, это уже чисто игра. Единственное, что нам необходимо еще дополнительно с вами сделать, так это вот эти две кнопки, а также сам слайдер переместить в нашу группу, которую мы раньше с вами создавали. Вот эта вот группа, бейтгрупп. Дело в том, что когда мы создали слайдеры, создали кнопки, мы никак их туда не добавили, потому что здесь нет такой опции, такого параметра, как добавление в какую-либо группу. А, соответственно, нам необходимо использовать специальный метод, который называется insert. И он позволяет нам добавить в группу какой-либо объект. Поэтому используем название группы, вейтгрупп. Дальше используем метод, который называется insert. И далее в него указываем тот объект, который мы хотим туда добавить. В нашем случае первый это вейтслайдер. Вот, это первый наш объект будет. Можем это все скопировать. И в конце программки добавим еще два объекта. Это будут такие объекты, как... Давайте мы это сделаем, например, даже так. Это будут такие объекты, как... Давайте, wait plus button. И еще один объект, это wait minus button. Минус button. Все, сохраняем это все. Приложение опять-таки обновилось. Ничего не изменилось. Но, тем не менее, теперь что слайдер, что все наши объекты, они находятся в одной общей группе. И, конечно же, теперь мы можем ее и передвигать, и делать с ней все, что угодно. И это будет считаться как один общий объект, что очень и очень здорово, конечно же. На этом наш видеоурок подходит к концу. В нем мы научились создавать кнопки, мы научились делать их функциональными. Мы добавили к ним стили. И получились у нас достаточно хорошие кнопки. И вообще наше приложение уже имеет какой-то смысл, в принципе. На этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.